За качество дорог, отвечают, Минтранс Новосибирской области проконтролировал работу асфальтобетонного завода, который производит материалы для ремонта Гусинобродского шоссе. Такие проверки будут проводить все лето, регулярно, на каждом этапе работ. Сергей Толмачев побывал там, где рождается прочное покрытие для дорог. Днем на этот завод самосвалы за готовой продукцией не приезжают. В основном работают вот такие бурдозеры. Они загружают щебень в емкости, и вся работа происходит ночью. Щебень сушат, потому что внутри остается лед, который надо удалить. Рядом площадка производства битума. Его в бункер подают по трубам. Дальше процесс напоминает замес теста. У нас пять бункеров. Засыпаются разные типы щебня, отсев. Все это подается в барабан, сушится в барабане, подается на установку. Затем подается в мешалку, сухой инертный материал, туда добавляется нефтебитум. Каждый день специальные лаборатории проверяют качество вчерашней продукции. Образец опускают в воду и взвешивают. Так можно понять, насколько он пористый. Новые стандарты предусматривает и контроль за образованием колейности на дорогах. После 20 тысяч проходов для Симаа 4 миллиметра допускается образование колеи. Для асфальтобетонов типов А, для верхних слоев А16, например, ВН, 4,5. В этом году в области должны отремонтировать 116 объектов. Общий объем вложений 12 миллиардов рублей. В текущем году достигнута договоренность с федеральными органами власти по опережающему финансированию. То есть досрочно в текущем году будут выполнены работы на 1,6 миллиарда рублей. Это чуть более 50 километров дорог. Все дороги на гарантии. Если подрядчик допустит брак, переделывать придется за свой счет. Поэтому и контроль двойной. И на самих заводах качество проверяют и в лабораториях Минтранса. Сергей Толмачев, Константин Менин. Новости ОТС.